Есть существа, которым суждено пересечься, где бы они ни находились, куда бы они ни шли, однажды они встречаются. Клод Галле. Нью-Йорк, аэропорт имени Джона Кеннеди. За неделю до Рождества. Она. И что потом? Потом Рафаэль подарил мне бриллиантовое кольцо от Тиффани и попросил меня стать его женой. С телефоном, словно приклеенным к уху, Мадлин шла вдоль высоких витрин, доходивших до самого асфальта. В пяти тысячах километров от этого места, в своей квартирке на севере Лондона, ее лучшая подруга слушала полное нетерпение подробный отчет о ее романтических приключениях в Большом Яблоке. Он тебя действительно втянул в большую игру, заметила Джулиана. Выходные на Манхэттене, номер Волфорд-Астории, поездка в карете, предложение в лучших традициях. Да, ответила Мадлин. Все было прекрасно, как в кино. Может быть, немного даже слишком идеально, нет? Поддразнила ее Джулиана. Можешь мне объяснить, как что-то может быть слишком идеально, госпожа скептик? Джулиана неуклюже попыталась исправиться. Я имела в виду, что в этом не было неожиданности. Нью-Йорк, Тиффани, прогулка под снегом и каток в Центральном парке. Это ожидаемо. Можно даже сказать, что это клише. Мадлин не осталась в долгу. Если я правильно помню, Уэйн попросил тебя выйти за него замуж, когда вы возвращались из паба после выпивки. Паб был набит, как в метро в час пик. А его вырвало в туалете сразу после того, как он попросил твоей руки. Не так ли? Хорошо. Ты выиграла этот раунд. Джулиане было нечего возразить. Мадлин улыбнулась, приблизившись к зоне прилета, пытаясь найти Рафаэля посреди толпы. В начале рождественских праздников тысячи туристов собрались в терминале, который гудел, как растревоженный улей. Некоторые торопились к своим семьям. Другие спешили на другой конец света, в райские уголки, подальше от серости Нью-Йорка. «Слушай», — продолжила Джулиана, «но ты не сказала мне, каков был твой ответ». «Ты что, шутишь?» Я сказала «да, конечно же». «И ты даже не помучила его немного?» «Помучила?» «Джул, мне почти 34 года. Тебе не кажется, что я и так достаточно долго ждала?» «Мне нравится, Рафаэль. Мы с ним вместе уже два года, и сейчас пытаемся завести ребенка. Через несколько недель мы переедем в свой дом, который выбрали вместе». «Джулиана, первый раз в моей жизни я чувствую себя защищенной и счастливой». «Ты говоришь так, потому что он находится рядом, не так ли?» «Нет», — воскликнула Маделин, смеясь. «Он пошел регистрировать наш багаж». «Я говорю так, потому что я действительно так думаю». Она остановилась у газетного киоска. Плотно сложенные пачки газет щетинились картинами мира, несущегося по течению. «Экономический кризис, безработица, политические скандалы, социальные конфликты, экологические катастрофы». «Ты не боишься, что с Рафаэлем твоя жизнь будет предсказуемой?» нанесла удар Джулиана. «Это не проблема», — ответила Маделин. «Мне был нужен кто-то твердый, надежный, верный. Ведь вокруг нас все так неустойчиво, хрупко и шатко. Я не хочу подобного в моем браке. Я хочу возвращаться вечером домой и быть уверенной, что найду там мир и спокойствие. Ты понимаешь?» «Хм», — отозвалась Джулиана. «Никаких хм, Джул. Иди лучше начинай обход магазинов. Выбирай платье. Тебе быть подружкой невесты». «Хм». Тем не менее, повторила молодая англичанка, но на этот раз больше для того, чтобы скрыть свое волнение, чем для того, чтобы продемонстрировать свой скептицизм. Маделин посмотрела на часы. У нее за спиной, на взлетно-посадочной полосе, серебристые самолеты ожидали своей очереди на взлет. «Хорошо. Я оставлю тебя в покое. Мой рейс отправляется в 17.30, а я еще не получила моего... моего мужа». «Твоего будущего мужа», — поправила ее Джулиана. «Когда ты приедешь ко мне в Лондон? Почему бы не в этот уикенд?» «Как бы мне хотелось. Но это невозможно. Мы приземлимся в Руасе слишком рано. У меня едва хватит времени, чтобы принять душу себя дома перед открытием магазина». «То есть ты не прекращаешь работу, ведь так? Я флорист Джул, а в Рождество у меня больше всего работы. Постарайся хотя бы поспать во время перелета». «Ладно. Я перезвоню тебе завтра», — пообещала Маделин. Он. «Не настаивай, Франческо. Не может быть и речи, чтобы мы увиделись. Но я всего лишь в двадцати метрах от тебя, внизу, у самого эскалатора. С телефоном, словно приклеенным к уху, Джонатан нахмурился и подошел к балюстраде, выходившей на эскалатор. Внизу стояла молодая брюнетка, которая говорила по телефону, держа за руку ребенка в слишком большой для него куртке. У нее были длинные волосы, джинсы с заниженной талией, дутая пуховая куртка, а также дизайнерские солнцезащитные очки с широкой оправой, которые, словно маска, скрывали частью лица. Джонатан махнул рукой в сторону своего сына, робко ответившего на его приветствие. «Отправь ко мне Чарли и уходи», — приказал он. Каждый раз, когда он видел свою бывшую жену, его охватывал гнев, смешанный с болью. Это было сильное чувство, которое он не мог контролировать и которое делало его одновременно и злым, и подавленным. «Ты не можешь продолжать разговаривать со мной так», — запротестовала она. В ее речи слышался небольшой итальянский акцент. «Не смей даже пытаться учить меня», — взорвался он. «Ты сделала свой выбор, и теперь тебе придется мириться с последствиями. Ты предала свою семью, Франческо. Ты предала нас, Чарли и меня. Оставь в покое, Чарли». «В покое?» «В то время как он как раз и есть тот, кто платит за разбитую посуду? Это из-за твоей выходки он видит своего отца всего лишь несколько недель в году». «Я Сажа...» «А самолет?» — перебил он. «Ты хочешь, чтобы я напомнил тебе, почему Чарли боится летать на самолете один, и из-за этого я должен ехать через всю страну во время любых школьных каникул?» — спросил он, повышая голос. «Все, что произошло с нами, — это жизнь, Джонатан. Мы взрослые люди и должны понимать, что нет только черного и только белого». «Но судья почему-то решил не так», — заметил он и вздохнул, вспомнив про развод, который был решен в пользу его бывшей жены. Задумавшись, Джонатан посмотрел вниз. Было всего 16.30, но ночь должна была вот-вот наступить. На освещенных взлетных полосах стояла целая вереница больших широкофюзеляжных лайнеров, ожидавших сигнала на взлет в направлении Барселоны, Гонконга, Сиднея, Парижа. «Ладно, хватит болтать», — сказал он. «Занятия в школе начнутся 3 января, и я привезу тебе, Чарли, накануне». «Ладно», — согласилась Франческо. «И еще одно. Я купила ему мобильник, и я хочу иметь возможность поговорить с ним в любое время». «Ты что, шутишь?» «Об этом не может быть и речи», — взорвался он. «В семь лет нет надобности в телефоне». «Спорный вопрос», — возразила Франческо. «Если спорный, то ты не должна была принимать решение в одиночку». «Мы поговорим об этом». «Может быть». «Но сейчас ты заберешь эту штуковину и отпустишь Чарли ко мне». «Хорошо», — Франческо сдалась. Джонатан наклонился через перила и прищурил глаза, чтобы убедиться, что Чарли передал Франческе маленький яркий чехол. Потом мальчик поцеловал мать и неуверенно шагнул на эскалатор. Джонатан толкнул нескольких пассажиров, чтобы подхватить наверху своего сына. «Привет, пап!» «Привет, малыш!» Он сжал его в объятиях.